В путь дорожку, дорожку дальнюю. Маршрут, который предстоит преодолеть Николая Новокшонова, насчитывает не одну сотню километров. Из Перми в Чердень там недалеко Ныроп. Оттуда уже в Екатеринбург, в монастырь Юганиной Ямы и обратно в Пермь. Все эти точки на карте Западного и Среднего Урала тесно связаны с династией Романовых. Царя расстреляли там, ну, всю семью где погибло. Там бывал на этой яме. В Чердень во всех церквях в этих был, по командировкам ездим. То есть тоже там заходили, смотрели. Очень интересно всё это. В Ныропе не было. Вот туда. Сейчас, если поедем, то рад буду. Известность этому дому принесло трагическое событие, повлиявшее на судьбу всей страны и царской династии Романовых. Брат последнего русского императора, великий князь Михаил Романов, жил в королевских номерах в Перми в 1918 году в Сылке. Именно отсюда в ночь с 12 на 13 июня его похитили и увезли в неизвестном направлении. Это памятное место стало отправной точкой автопробега, посвященного 400-летию дома Романовых. Старшие экипажи возложили цветы к мемориальной доске в честь великого князя Михаила Романова. А затем, по православной традиции, путешественники помолились перед дорогой. Автомобильный спорт и история – два истинно мужских увлечения, поприветствовал участников автопробега губернатор Прикамья. Виктор Басаргин тоже планировал преодолеть этот маршрут за рулем автомобиля, но не позволил плотный рабочий график. Помимо символического, есть у автопробега и утилитарное значение. Вы знаете, что есть практическое применение вот этой поездки, то есть по всему маршруту автопробега будет мониториться качество связи. Это тоже на это направлено. Мы будем понимать, что после этого будет совершенствоваться система связи на территории Пермского края. Ударим автопробегом по глухим телефонам и медленному интернету – девиз компании. И участникам пожелал удачи и лидер Прикамских единороссов Николай Демкин. Автопробег – это спорт. Спорт – это здоровье. Здоровье граждан России. И кроме того, память о прошлом, вот помнить о прошлом, мы просто обязаны. Я считаю, это важно не только для Пермского края. В бодром настроении дух колонна двинулась по маршруту пробега. В Перм путешественники вернутся 6 июня. Елена Закирова, Александр Хробостов, Телевизионная служба новостей.